Приветствую вас, Настя. Вы написали о том, что подсоритесь со своим молодым человеком, и что у него сейчас, вот, скоро будет день рождения, да, завтра, и вы спрашиваете, как вам поступить, поздравшись его или нет. Ну, вообще, говоря, ваша ссора, она связана с какими-то определенными обстоятельствами вашей жизни. То есть, вы же своим молодым человеком с чем-то не сошлись, да, как-то друг друга не поняли, и, в общем, оказались по разным сторонам баррикад. Но это, я бы сказал, это ситуативная ситуация, то есть, она не распространяется на всю жизнь вашу и на всю его жизнь. И, если вы не поздравите его, а поздравлять или нет, вообще-то говоря, это ваше право, то есть, мы вряд ли можем вам сказать, вот, обязательно поздравляйте его, или там, не нужно этого делать. Мы вам таких вещей говорить не будем, потому что это был бы прямой совет, это была бы такая, прям, настоящий, настоящий совет, а мне бы не хотелось давать вам настоящий совет, потому что того не позволяет эдик, профессиональный эдик. Но, если вы его не поздравите, то для молодого человека будет очевидно, что вы ссору переносите не только на конкретное обстоятельство, на конкретную ситуацию, из-за которой вы поссорились, но и еще на другие вещи, на другие аспекты его жизни. И вот этот момент сам по себе, он неприятен будет вашему молодому человеку, и вас, по сути, также он не красит. Потому что, ну, будет ощущение, что у молодого человека будет такое впечатление, я бы даже сказал, что вы просто как вот обиданный ребенок, значит, не желаете его поздравлять просто из определенного принципа, по причине определенных, там, взглядов и так далее. Это не является хорошо. По крайней мере, такое поведение нельзя назвать поведением взрослого человека, умеющего отграничивать, я бы сказал, отграничивать, как бы, разные сферы человеческой жизни. И поэтому решать, поздравлять вам, молодого человека, или нет, только вам, но подумайте, как вы хотите перед ним выглядеть. Если хотите выглядеть перед ним обидчивой, капризной, может быть, даже принципиальной, то тогда поздравлять его, конечно, не надо. Но не будет ли вас, например, беспокоить, там, свой совести за этого, или что-то еще, этот момент тоже я бы рекомендовал вам для себя продумать. Если же вы хотите для него выглядеть волевой, сильной, значит, женщиной, которая понимает, что ссора есть ссора, и что, да, он в этой ссоре виноват, но это не означает, что ему не нужно поздравлять, например, с днем рождения, значит, если вы хотите показать ему, что вы умеете отграничивать одно от другого, то тогда, конечно, поздравить его ссоре. И если он виноват, если он, как вы говорите, виновен в ссоре, то тот факт, что вы его подравили, все равно его еще больше застыдит, и он с большей долей вероятности вас все-таки, ну, как бы, извиниться перед вами, да, и, собственно говоря, пойдет на примирение, осознает свои ошибки, может быть, так больше испытать не будет. То есть, все здесь зависит от того, чего вы сами хотели, как вы настроены по отношению к нему, потому что у вас есть определенная доля категоричности в том, что вы пишете. То есть, у вас совершенно определенно виноват он в ссоре, вы считаете, что виноват мужчина, и, к сожалению, это не является до конца верным, потому что даже если он сделал что-то неправильно, даже если он совершил какие-то плохие, там, дурные поступки и так далее, то все равно вы были неправы в том, что вы вступили с ним в ссору, в примирание, и начали отвечать ему, условно говоря, негативом, так же, как он, например, это делал вам. И вот это, то, что вы опустились, условно говоря, до его уровня, то, что вы, значит, ответили ему тем же, делает вас в этом случае такой же, как и он. То есть, действующий по тем же принципам, в тех же направлениях и так далее. Ссори всегда несут ответственность оба человека. И не очень здорово, по крайней мере, для ваших отношений не очень здорово, что вы всю вину переносите только на мужчину. Вот это не очень для вас хорошо. И таким образом, резюмируя все, что было сказано, хочется сказать так, что, конечно, давать вам какую-либо рекомендацию откровенную и однозначную по поводу того, как вам поступить, мы не можем. Это ваша жизнь, и вам решать, как поступать и что делать. Но все зависит от того, как вы хотели бы выглядеть перед молодым человеком. Как вы хотели бы выглядеть для себя. Вот это, пожалуй, даже важнее, чем то, о чем я сказал в начале. Как вы хотели бы выглядеть для себя. Какое поведение кажется вам правильным больше, чем то, например, которое вам бы хотелось. То есть, то, чего вам хочется, то, что диктует вам обида ваша, это одно. Но это не есть правильно. Это далеко не всегда правильно. То, что диктует вам обиду. И когда обидно пройдет, а я так понимаю, ссора была между вами недавно, и из-за того, что она была недавно, как бы свяжила еще у вас в памяти те моменты, которые вам мужчина доставил неприятные, и вы их, как бы, находитесь под воздействием этих эмоций, и еще просто-напросто не способны воспринимать ситуацию адеквата. Но, понимаете, обида, какая бы она ни была, какая бы сильная она ни была, обида пройдет. Рано или поздно обида пройдет. И после нее останется, только, знаете ли, такое вот опустошение, и что делать вам с этим опустошением, вы будете затрудняться, потому что вы поймете, насколько, ну, со временем, конечно, насколько предметны были ваши честны. Да, вины человека не умоляют то, что он сделал это, безусловно, вина человека остается, но ваше поведение ничем не отличается от поведения молодого человека, который затеял ссору, и это значит, что все упирается ссор, хотите ли вы быть такой же, как он, или хотите быть другой, обещать вам. На этом все, надеюсь, что помогу вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего доброго, и удачи!